Твердые и мягкие согласные звуки. И сегодня на уроке ты узнаешь, что согласные бывают твердые и мягкие. Ты научишься различать твердые и мягкие согласные, научишься обозначать твердость и мягкость согласных на схеме и научишься читать и составлять схемы слов. Для начала поиграем в игру. Твердая и мягкая. Посмотри на эти два предмета. Леденец и кекс. Что из них твердая, а что мягкая? Верно, леденец твердый, а кекс мягкий. А теперь сравни по твердости и мягкости стул и диван. Стул твердый, а диван мягкий. Хлеб и арбуз. Хлеб мягкий, а арбуз твердый. Мягкий и твердый предмет очень легко различить на ощупь. Интересно, а можно ли потрогать звуки? Конечно нет, но за звуками можно понаблюдать. Посмотри на эти два предмета. Здесь на грядке вырос лук, а под крышкой спрятан люк. Сравним два слова лук и люк. В обоих словах равное количество звуков. Обрати внимание на первый звук в слове лук. Лук. А теперь сравни с первым звуком в слове люк. Люк. Произнеси л. Л. Понаблюдай, как располагается твой язычок. А теперь произнеси л. Ты чувствуешь, что проход между языком и небом стал уже. Это и помогает произносить звук мягко. Звуки различаются мягкостью и твердостью. На первый взгляд они похожи. Л. Л. Но если поменять их местами, изменится смысл слова. Лук. Люк. Обозначим на схеме различия звуков с помощью знака не равно. Чтобы обозначить твердость звука, мы будем использовать синий цвет. Закрасим первый квадратик в слове лук синим. Обозначим зеленым квадратиком звук л в слове люк. Прочитаем. Лук. Люк. Теперь с помощью схемы мы можем различить, в каком слове звук л твердый, а в каком звук л мягкий. В обоих этих словах гласные звуки одинаковые. Лук. Люк. А давай сравним последние согласные звуки. Произнесем их. Лук. Люк. Люк. Ты заметил, что эти звуки твердые? Обозначим их в схеме также синим цветом. Прочитаем. Лук. Люк. Мы научились обозначать с помощью цветных квадратиков твердые и мягкие согласные. Большинство согласных образуют пары по твердости, мягкости. Но есть звуки одиночки. Например, такие звуки, как Ч, Щ, Й, они всегда мягкие. А такие звуки, как Ж, Ш, Ц, всегда твердые. Познакомься. Это клоуны Бом и Бим. Они очень дружат. Сравни первые звуки в словах Бом и Бим. Верно. Эти звуки образуют пару по твердости, мягкости. Б, Би. Бом и Бим выбирают разные предметы. Бом всегда выбирает предметы, в которых есть твердые согласные звуки. А Бим – предметы, в которых есть мягкие согласные звуки. Поэтому они никогда не ссорятся. Бом и Бим пришли в магазин. Посмотри, какие предметы выберет Бом, а какие выберет Бим. Что выберет Бом? Штаны, футболка, пиджак, перчатки, рубашка, шорты, кепка, пижама. Давай проверим. Бом выбрал штаны, футболку, рубашку и шорты. Все звуки в этих словах твердые. А Бим выбрал пиджак, перчатки, кепку и пижаму. По дороге в магазин Бим и Бом увидели ель и сосну. Как ты думаешь, какое дерево приглянулось Биму, а какое Бому? Проверим. Какое слово записал Бом? Сосна. Все звуки согласные в этом слове твердые. А какое слово записал Бим? Давай прочитаем. Ель. Все согласные звуки в этом слове мягкие. А теперь попробуй выполнить задание самостоятельно. Составь схемы слов кот и кит. Проверим твою работу. Прочитаем слово кот. Согласные звуки в этом слове твердые. А теперь прочитаем слово кит. Чем различаются эти слова? В слове кот первый звук к твердый, а в слове кит первый звук к мягкий. Эти слова различаются также гласными звуками. В слове кот это звук о, а в слове кит это звук и. Но зато последние согласные звуки в этих словах одинаковые. Это твердый согласный звук т. Наш урок подошел к концу. И теперь ты знаешь, что согласные бывают твердые и мягкие. Ты умеешь различать твердые и мягкие согласные. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok